А теперь, к сожалению, поздно, и никто вам не сможет помочь. Врач сказал эту фразу серьезно, и больной в эту ночь понял все. А недавно надежда горела у него в пересохшей груди, но диагноз был грозным — гангрена и могильная тьма впереди. Привезла его скорая помощь вместе с плачущей горькой женой. Вспомнил он в эту страшную полночь, как вовсю опьянился весной. Был здоров он, могучим атлетом, он менял на машине кардан и порезал палец при этом. И не думал о смерти тогда, вытер кровь о земельную грядку. Он, не зная, что будет беда, и какую-то грязную тряпку он использовал в роли бинта. На приеме он ввел себя резво и нетрезво врачей осуждал. Палец черный, его надо резать, врач сказал. Он ответил, не дам, пустяки, есть горючее в баке, я еще не лишен головы. И схожу на прием лучше к бабке, она вылечит проще, чем вы. Превратилась жизнь в жуткую муку. Снова он заявился к врачу, ампутировать нужно вам руку, врач сказал. И в ответ, не хочу. Вы хотите, чтоб я инвалидом без руки в годы юности был? И ушел из больницы с обидой, снова грубо врача оскорбив. Заражение крови шло дальше. И промолвил в бреду пациент, ампутировать можете даже слишком поздно. Утерян момент. Есть болезнь, пострашнее гангрены, имя ей всем известное грех. В душу бьют ядовитые стрелы, а в устах беззаконников смех. Пораженные демоном мрака потребляют они алкоголь. И ни капли, не чувствуя страха, заглушая душевную боль, Божий суд им рисуется шуткой. Но приходит возмездие за зло. В зоне смерти становится жутко. И тошнит от бродяжеских слов. И апостол взывает к отставшим в наши дни, когда враг озверел. Не остался бы кто опоздавшим, не остался бы кто вне дверей. Сумрак смерти надвинулся грозно. Не желали бы мы никому услыхать. Вы пришли слишком поздно, потому уходите во тьму. Сумрак смерти надвинулся грозно.